А вы в курсе, что в Краснодарском крае уделяется большое внимание развитию государственной кадровой политики, а также необходимости внедрения новых подходов к подбору персонала? Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. По инициативе губернатора Краснодарского края Венемина Кондратьева в регионе стартовал конкурс «Лидеры Кубани. Движение вверх». Это конкурс для руководителей нового поколения, которые уже завтра будут определять будущее всего региона. Его участники получат возможность принять участие в управленческих образовательных программах, пройти стажировку в государственных организациях и ведущих предприятиях Кубани и поучиться у известных наставников. Предлагаю послушать интервью начальника управления кадровой политики администрации Краснодарского края о конкурсе «Лидеры Кубани. Движение вверх». Один из инструментов нашей работы кадровой в этом году – это губернаторский кадровый конкурс «Лидеры Кубани. Движение вверх». Цель конкурса – найти потенциал управленческий, людей самомотивированных, которые сегодня сами приняли решение поучаствовать, готовы пройти несколько фильтров непростых, которые мы задумали для них, и попытаться выйти в сотню финалистов и в число 25 победителей конкурса. Вот с 10 сентября по 1 октября у нас проходил прием заявок через нашу платформу сайта «Лидер Кубани. РФ». И мы собрали больше 4000 заявок. То есть это те люди, которые сегодня хотят попробовать себя в управлении. Кто-то уже сформировавшийся управленец, кто-то только начинает. Но так или иначе мы даем всем равные шансы. Мы считаем, что управленец, на котором мы делаем ставку как орган власти, он должен понимать, где он работает и где он будет развиваться. В ноябре у нас 4 полуфинала в разных городах, очных полуфинала, где мы уже по 100 финалистов на каждом полуфинале увидим. С ними поработают серьезные эксперты, асессоры, отберут лучших. И в декабре у нас большой финал. 13 декабря у нас будет крупное управленческое соревнование в течение всего дня, где в стрессовых условиях, стрессовых ситуациях мы попытаемся увидеть действительно лучших из лучших. И 14 декабря у нас планируется большой кадровый форум, куда мы пригласим и ваших коллег, кадровиков и резервистов. И там мы подведем итоги всего форума. Там уже заявились и такие известные спикеры, как Глеб Архангельский, создатель российского тайм-менеджмента. Максим Паташов, известный нам по телегре «Что, где, когда?», но также он является крупным консалтером в области команды образования личностного роста. И много других интересных, серьезных спикеров, которые уже дали согласие работать с нами. Те 25 человек, которые мы планируем получить по итогам финала, там будет ряд бонусов. То есть, первый – это бесплатное образование в течение 2019 года, именно по управленческой тематике. Это возможность пройти стажировку в тех или иных государственных или частных компаниях наших партнеров. Это возможность получить наставника из числа крупного бизнеса или числа органов госвласти, глав районов и городов. Также это возможность пройти, как вы сказали, по карьерной лестнице вверх. Но мы этого не гарантируем, мы не обещаем трудоустройство, это было бы нечестно. И не гарантируем, скажем так, кадровый рост. Но мы обещаем, что на этого человека обратят внимание, и мы приложим все силы, чтобы его заметили. Или работодатель нынешний, или другие работодатели, которые также будут присутствовать. Вот у нас сейчас более 30 экспертов, наставников, которые готовы на финале осматривать лучших и, возможно, кого-то отбирать себе. Например, на последней пресс-конференции руководитель регионального отделения Сбербанка, он уже проявил интерес и сказал, что готов отсматривать себе людей не только в сотрудники, но и в топы, в свою команду. И также каждый вице-губернатор, каждый министр, который с нами сотрудничает сегодня, он готов будет отобрать лучших. Поэтому все, что нужно будет сделать кандидатам, это раскрыться на все 100%. А мы уже поможем их свести на одной площадке, возможно, с будущими работодателями или партнерами. Настоящих лидеров нужно растить со школьной скамьи, уверенной в руководстве региона, вести активную профориентационную работу и поддерживать молодых специалистов. Ну и сегодня гость нашей программы, руководитель Центра занятости населения города Сочи Анна Примакова. Здравствуйте, Анна Владимировна. Добрый день. Рада вас приветствовать в нашей студии. Ну, действительно, для того, чтобы воспитать настоящих лидеров, которые уже завтра будут определять будущее и города Сочи, и края в целом, начинать работу нужно еще в школе. Что касается школьников, какую работу по поручению руководства края и губернатора лично ведет Центр занятости населения. И предлагаю начать наш разговор с итогов работы по трудоустройству школьников в летний период. В течение всех каникул они работали на городских предприятиях, где именно, кем и как в целом была организована эта работа. Центр занятости населения города Сочи, как и все центры занятости в муниципальных округах, реализуют краевую программу содействия занятости населения. В рамках краевой программы есть очень значимое мероприятие, такое, как трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 18 лет в период каникул. В этом году нами было трудоустроено 1867 несовершеннолетних. Из них 63% особо учитываемой категории. Я считаю, что мы делаем большой успех, так как наши несовершеннолетние летом не только могут отдыхать, но еще попробовать реализовать свои трудовые навыки. Это является одной из профилактической работы по безнадзорности. Наши несовершеннолетние работали во всех организациях города Сочи, за что очень хочется поблагодарить также наших работодателей, которые охотно берут несовершеннолетних в летний период и также на время каникул. Наши дети работали и на хлебокомбинате, и на мясокомбинате, и в санаторно-курортной отрасли, и в образовании, то есть во всех сферах нашего города Сочи. То есть получается, это часть такой профориентационной работы, которую ведет Центр занятости населения. Знаю, что еще на базе Центра тоже реализуются какие-то мероприятия. Это встречи в учебных классах, какие-то лекции. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Конечно же, мы проводим профориентационные мероприятия. Для этого у нас создан отдел по профобучению. В нашем отделе работают специалисты-психологи, которые проводят профориентационную работу с нашими не только несовершеннолетними, но и гражданами безработными, со всеми обратившимися в службу занятости. Мы выходим, наши специалисты выходят на школьные часы, выходят в школы с целью проведения бесед, лекций с нашими несовершеннолетними детьми. Также мы организуем обязательно экскурсии. Для того, чтобы наши школьники поняли, где они могут работать, сориентировались в сфере занятости, мы организуем экскурсии. В этом году у нас уже было проведено 10 экскурсий на предприятия города Сочи. Теперь хотелось бы поговорить о работе с молодыми специалистами, уже со студентами. Знаю, что во всех учебных заведениях города и средне-специальных, и высших учебных заведениях проходят уже такие серьезные встречи с потенциальными работодателями. Какой они эффект дают и как вообще реализуются вот эти мероприятия? У нас на сегодняшний день было проведено 4 встречи с работодателями. Мы проводили встречи во всех наших высших профессиональных образовательных учреждениях и среднепрофессиональных образовательных учреждениях. Собирали мы, конечно же, выпускников. Наши работодатели рассказывали о тех вакансиях, которые на сегодняшний день актуальны. После этого показывали презентации. После презентации, после того, как заканчивалась наша встреча, наши выпускники могли поучаствовать в ярмарке вакансий, в которых уже более детально могли посмотреть о вакансиях и больше узнать о них. Конечно же, очень встречи эффективны. После этих встреч наши выпускники, после завершения обучения, трудоустраиваются на предприятия города Сочи. Насколько вообще сегодня готовы предприятия городские и хотят брать на работу молодых специалистов? Студенты, которые закончили вуз или колледж, не имеют еще ни опыта, ни стажа. Насколько они готовы принимать на работу таких сотрудников и какие, может быть, профессии наиболее сегодня востребованы? Я вам скажу, что наши работодатели более чем готовы брать выпускников, так как из них можно растить кадры. Изначально можно обучить их тому, что необходимо для данного предприятия. Это предприятия различные. И вот на наших встречах принимали участие и многофункциональный центр, и такие предприятия, ну, санатории различные, да, принимали. Банковская сфера принимала участие. Вот, то есть в различной области наши работодатели готовы брать выпускников. На сегодняшний день наиболее актуальные вакансии и востребованы в городе Сочи, такие как администратор, мы не забываем, что мы работаем все-таки в городе-курорте, да, администраторы различной сферы. Администраторы зала, ресепшн, востребованы у нас повара, медицинские сестры, врачи. Ну, это вот более агенты по недвижимости. Также у нас востребованы на сегодняшний день. А вот работу со специалистами молодыми проводите какую-то? Потому что зачастую специалисты боятся начинать с какой-то профессии, да, может быть, малооплачиваемой, и не думают о карьерном росте, что нужно все-таки его заработать. Вот как вы организуете эту работу? Какие-то, может быть, лекции, семинары, встречи, разъяснения? Конечно же, опять же повторюсь, что в рамках краевой программы «Содействие занятости населения» есть одно из мероприятий по трудоустройству выпускников от 18 до 20 лет, которые закончили среднее профессиональное образование. К нам обращаются выпускники. Мы находим для них организации, которые готовы взять на первое рабочее место наших выпускников, вот, и трудоустраиваем их с материальной поддержкой. Материальная поддержка, помимо зарплаты, составляет 1700 рублей за отработанный полный месяц. Вот, мы разговариваем с работодателями, проводим с ними встречи о том, что это очень важно, проводим встречи с выпускниками нашими, да, и после того, как предприятия готовы взять выпускников на работу, они смотрят на них. Вот, есть в организациях испытательные сроки, так, и первое рабочее место для нашего выпускника, а также способ посмотреть на работодателя. Работодатель смотрит на выпускника, да, на своего работника. И если их устраивает, то есть они устраивают друг друга, то, конечно же, после этого они берут их на постоянное место работы. Не продолжают работать, успешно работать, обязательно, конечно, с перспективной карьерного роста. Не нужно бояться изначально маленьких зарплат. Маленькая зарплата изначально ни о чем еще не говорит. Мы все устраивались на работу с небольшим окладом, не с большой зарплатой, но после этого, если человек себя проявляет, конечно же, работодатель выгодно оставляет такого работника на работе и продолжает с ним сотрудничать. На поддержке молодых специалистов в регионе уделяется большое внимание и, например, в Сочи проходит ежегодная Международная школа молодых ученых в сфере экономики. Она, в частности, организована Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, Министерством экономики и Фондом научно-образовательной инициативы Кубани. Участники Международной школы молодых ученых в сфере экономики – это лучшие студенты вузов из Краснодара, Новороссийска, Сочи, Туапсе, Тимошевска и других городов страны. Они активно обсуждают проблемы экономики и ищут пути их решения на мастер-классах, конференциях, тренингах и дискуссиях. В таком сложном деле ребятам помогают эксперты отрасли, представители власти, науки и бизнеса. В этом году одной из основных тем школы стала стратегия социально-экономического развития Кубани до 2030 года. Сегодня в документе прописано семь ключевых направлений развития. Мы закончили работу над стратегией развития региона до 2030 года. И один из первых субъектов Российской Федерации, но точно первый в Южно-федеральном округе, согласовали ее с Министерством экономического развития, со всеми отраслевыми органами власти федерального устройства. Мы закончили согласование и внутри региона, и в конце года уже текущего стратегия будет принята как закон. Она предусматривает то поручение, выполнение того поручения, которым в указе президента нам постановил президент. Это прорывной рост экономики России, а он, понятно, невозможен, если не будет прорыва на территории каждого субъекта. Вот наша стратегия именно этот рывок предусматривает. Мы предусматриваем семь прорывных проектов. Пять – это связанные с трансформацией уже существующих наших приоритетов, которые – это агропромышленный комплекс, это перезагрузка промышленности, это о чем говорил губернатор, чтобы увеличивать долю промышленности в валовом региональном продукте, и она сегодня уступает, например, потребительской сфере. Ну, понятно, что промышленность – это то, где мы создаем наибольшую добавленную стоимость, то есть это действительно наш экспортный потенциал. И есть вот другие прорывные технологии – это экспортно-импортный хаб. Мы говорим о том, чтобы этот проект, который мы заявляем на уровне региона, он стал федеральным проектом, потому что он предусматривает те новые технологии в эту сферу, которых сегодня аналогов в Российской Федерации не существует. Кроме того, мы говорим, что необходимо работать совершенно по-новому с талантами, потому что человеческий капитал – это самый главный ресурс, который есть сегодня и у государства, и у региона. И сегодня мы видим, насколько серьезно идет борьба именно за человека, за человека талантливого, умного, который может привнести действительно серьезное развитие в экономику как региона, так и страны. Часть тех проектов, которые заявляют молодежь, они в том числе входят в стратегию развития нашего региона. Это беспрецедентная такая вот практика, которая у нас существует. И мы понимаем, что до 30-го года как раз-таки те люди, которые молодые, которые сегодня собраны в зале, им реализовывать то, о чем мы сейчас говорим. Если мы вместе не будем разделять те идеи, которые есть в этой стратегии, как же тогда они будут это реализовать? Поэтому это самая главная цель этого мероприятия. Еще одна важная тема школы – это туризм как драйвер социально-экономического развития региона. В этом году у нас основной темой школы молодых ученых является как раз развитие санаторно-курортного туристического комплекса как драйвера развития экономики в целом. Поэтому здесь собрались студенты, аспиранты, молодые преподаватели, молодые ученые кубанских вузов, вузов Юга России, Северо-Кавказского федерального округа и многих регионов России в целом. Одним из основных направлений подготовки молодых специалистов является формирование кадрового резерва, в том числе и для санаторно-курортной отрасли Краснодарского края и России в целом. Талантливые молодые люди должны поступать в вузы на льготных условиях, уверены власти края, чтобы будущие работодатели наблюдали, как они растут, как проходят практику и в дальнейшем обеспечивали им рабочие места. Еще одно интересное направление для тех, кто, может быть, разочаровался в своей профессии или хочет себя попробовать где-то еще, это обучение и переобучение на базе вашего центра. Те, кто желает снова сесть за парту, какие специальности они чаще всего выбирают и что главное предлагает сегодня Центр занятости? Мы предлагаем пройти нашим безработным профессиональное обучение или дополнительно профессиональное образование. Хочу повториться, еще раз сказать о том, что профессиональное образование могут пройти только граждане, признанные безработными. И эти граждане, которые могут пройти профессиональное образование, если они не имеют профессии, если они утеряли навык к своей квалификации, если эта профессия на сегодняшний день не востребована и человеку нужно помочь идти дальше, трудоустраивать его. В таком случае мы, конечно же, помогаем ему. И в этом помогает наша краевая, опять же, в рамках краевой программы, профобучение или дополнительная подготовка. Такие профессии, как бухгалтера, администраторы, повторюсь, горничные, водители автомобилей. То есть мы учим по востребованным на сегодняшнее время профессиям на рынке труда города Сочи. Мы признаем гражданина безработным, после этого отправляем его на тестирование. То есть важно, чтобы наш безработный понимал, в какой сфере ему лучше двигаться дальше. Вот для этого и создана наша профориентационная услуга. После этого мы отправляем человека на профобучение. И опять же повторюсь, что с выплатой краевой материальной поддержки обязательно. То есть мы во время обучения платим нашему безработному стипендию. Да, это очень здорово. Ну и вообще, сколько сегодня, не только для молодых специалистов, предложений в банке, вакансии, центре занятости населения? Какие это предложения и какие, может быть, наиболее востребованы? Может быть, топ-5 назовете? Куда, да какие предприятия требуются больше всего сегодня соискателей? На сегодняшний день в нашей базе вакансий более 5000. Вот если говорить конкретную цифру, это 5532 вакансии. А уровень безработицы у нас 0,2. То есть вы понимаете, что на одного безработного гражданина приходится порядка шести вакансий. Я считаю, это хорошее подспорье. И среди топов, опять же говорю, что такие, как агент по недвижимости, администраторы, врачи различной сферы, медицинские сестры, горничные. Это востребованные профессии. А инженеры? Инженеры на сегодняшний день, да. Инженеры, конечно же, могут найти себе работу. Но на данный момент эта вакансия не настолько востребована. Вот поэтому говорю, что в таких случаях мы прибегаем к профессиональному обучению или переподготовке. Еще забыла сказать о том, что профобучение у нас не только для безработных, но также еще для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. И также тем людям, мы проводим обучение с теми людьми, кому назначена страховая пенсия по возрасту, вот, и кто, ну, желает возобновить трудовую деятельность. Мы также их обучаем. Вот на сегодняшний день, да, мы обучили 18 женщин и 20 пенсионеров. То есть охвачены все категории? Да, абсолютно всем. Ну и сегодня власти Краснодарского края крайне заинтересованы в том, чтобы решить проблему с неформальной занятостью. Но предприятия продолжают брать на работу людей, не оформляют их, как это нужно по закону. Но платят серые зарплаты, зарплаты в конверте. Это, конечно, негативно сказывается и на самих работниках, вплоть до того, что они не могут взять кредит в банки и не могут получать достойную пенсию. Ну и, конечно, на экономике края тоже и города Сочи это откладывает такой отпечаток. Как центры занятости помогают тоже бороться с этим таким негативным явлением? У нас создана комиссия. Комиссия называется «Создание по охране труда». В эту комиссию входит 9 контрольных групп. В этих контрольных группах принимают участие и инспекция по труду, и власти администрации, и инспектора по СУВД. Эти контрольные группы выходят по городу Сочи в различные предприятия. После этого происходит сверка предприятий с пенсионным фондом, с фондом социального страхования. И выявленные нарушения, то есть если наши работодатели не заключают трудовой договор с работником, выплачивают серую зарплату в конверте, их приглашают на комиссии. После этих комиссий те работодатели, которые все-таки не поняли, насколько важно и нужно заключать и оформлять трудовой договор с работником, все эти данные передаются в Министерство труда и социального развития. После этого мы отправляем в трудовую инспекцию данные сведения и даем, конечно, два дня на то, чтобы работодатель все-таки пришел в сознание. Накладываются штрафы, конечно же. На сегодняшний день уже заключено после таких мероприятий 4093 трудового договора. Хорошая цифра. Также у нас организована горячая линия в Центре занятости населения по возникшим вопросам, по неоформлению трудового договора или какие-то возникают другие трудовые разногласия. Мы обязательно помогаем нашим людям, консультируем их и при необходимости направляем в трудовую инспекцию. Госинспекция по труду Краснодарского края – частый гость в Сочи. Всю прошлую неделю в городе работали 10 краевых инспекторов по труду с целью выявления неформальной занятости. В кафе, столовых и магазинах первое, что проверяли – наличие трудовых договоров. Параллельно трудовой инспектор расспрашивал об условиях труда, сколько сотрудник проводит времени на рабочем месте и как получает зарплату. Нередко оказывалось, что и договора нет, и деньги платят в конверте. Кстати, многие сами соглашаются на такие условия. Инспекторы у нас приехали с целью легализации трудовых отношений в Сочи. В общем, не первый раз мы сюда приезжаем. Эффект от наших приездов, конечно, он есть, но, конечно, очень тяжело разговаривать с работодателями, потому что многие работодатели не соглашаются с первого раза все это оформлять. Многие работники тоже, наверное, до конца не понимают, что они нелегально работают, себя тоже обделяют во всех этих вопросах. Но, конечно, придется бороться с этим. Будет, конечно, не очень легко, и это длительный процесс. Сочи выделяется тем, что это курортный город. Вот, как бы, да, сезон, он привлекает много и отдыхающих, и тех, которые хотят здесь как-то подзаработать денег. Естественно, они соглашаются на все эти условия таких работодателей. То есть, по статистике, конечно, такие, как бы, курортные города, они, как бы, более первое место, конечно, держат, потому что по наплыву самих отдыхающих и людей, которые желают вот так работать у нас. Некоторые, конечно, они понимают, что, как бы, естественно, не имея никаких бумаг, ты, как бы, уже потом не будешь ничем защищен. Естественно, ну, это, как бы, мало людей таких. Большинство, конечно, если им пообещали какие-то хорошие деньги, они на это соглашаются, считают, что мы сейчас подзаработаем, как бы, все проблемы наши решатся. Потом начинаются какие-то конфликтные, допустим, ситуации с теми же работодателями. Естественно, уже эти деньги не выплачиваются, там, какие-то пособия, не дай бог, что-то там случается, там, где-то на рабочем месте, там, несчастный случай какой-то. Естественно, эти деньги уже эти люди не могут получить. Естественно, это и жалобы и к нам, и жалобы в прокуратуру, ну, как бы, вот, в такие надзорные органы идут уже. Как оказалось, незаконную схему трудовых отношений практикуют многие местные бизнесмены. В списке около 400 нарушителей. Их ждут серьезные штрафы – до 100 тысяч рублей за каждого неоформленного работника. В Сочи таких уже наложили на сумму более 4 миллионов рублей. Хотелось бы поговорить еще о трудоустройстве инвалидов. Знаю, что есть и краевая программа по содействию трудоустройству этой категории соискателей. Расскажите, пожалуйста, сколько у нас инвалидов стоит на учете, может быть, сколько устроено за этот год в городе Сочи? Вот на сегодняшний день в Центр занятости населения обратилось 268 инвалидов. Из них уже 119 мы трудоустроили. Хочу заметить, что наши работодатели уже не боятся трудоустраивать инвалидов, как-то идут на помощь и понимают, что если у человека есть инвалидность, это не значит о том, что он может не работать или он будет как-то относиться к работе по-другому. Я хочу сказать, что эти граждане очень ответственно подходят к своей работе и хочется обратиться к работодателям, чтобы они в таком же направлении и шли дальше. Помимо этого, у нас в этом году внесено изменение. Опять же, в программу Краснодарского края «Содействие за занятостью населения» сейчас уже нашим работодателям возмещаются затраченные деньги на зарплату. То есть в течение трех месяцев мы можем оплатить нашему работодателю, принявшему на работу инвалида, заработную плату. Также действует постановление о создании квотированных рабочих мест для инвалидов. На сегодняшний день в постановлении 2007 вакансий для инвалидов. Работают по этим вакансиям порядка 1085 инвалидов. И также еще актуальными остается 824 вакантных рабочих мест для инвалидов. Хотелось бы обратиться к нашим работодателям, чтобы они не забывали, что в соответствии со статьей 25 закона о занятости населения необходимо обязательно подавать сведения всем работодателям, находящимся на территории и зарегистрированным на территории города Сочи до 28 числа ежемесячно. Если даже работодатель на сегодняшний день не имеет свободных рабочих мест, это не освобождает работодателя об ответственности сдачи отчетности в центр занятости. Это очень важно. Прошу всех работодателей обратить на это внимание. Также хочется напомнить жителям города Сочи и всем нашим гостям о том, что 17 ноября у нас состоится муниципальная ярмарка вакансий «Сделай свой выбор», который пройдет совместно с образованием. Также у нас будет 22 ноября краевая акция «Профессиональный мир женщин». И 6 декабря в городе Сочи пройдет ярмарка вакансий для таких категорий граждан, как инвалиды. Мы всех ждем на ярмарке и желаем всем найти работу себе по душе. Вам спасибо большое за то, что пришли к нам в нашу студию, ответили на все вопросы. Спасибо вам огромное. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин